Здравствуйте, друзья! В эфире программа технологий для бизнеса и ее ведущие Василий Богданов и Ирина Файер. Сегодня у нас в гостях Валерий Лановенко, вице-президент компании Oracle и глава представительства Oracle в России и СНГ. Здравствуйте, Валерий. Сегодня мы поговорим про технологии для бизнеса, которые сейчас очень модные, популярные, уже, наверное, кто-то про них не говорит. Ну и мы тоже в их числе, это так называемые облачные технологии. Уже это не новость, и это хорошо. Даже сам я недавно зарегистрировался на сайте «Мое дело», и мне сразу предложили ввести библиотерию онлайн, это и есть классическое облако, ну или там наша почта, которой мы уже пользуемся и все такое. Давайте поговорим вот о чем. Какие сегодня решения предлагаются для среднего и крупного бизнеса в облаках? Потому что с малым бизнесом все понятно. Аналог там какой-нибудь Яндексовской почты, вот это «Мое дело», мне очень понравилось. Это то, что нужно именно в облаках, то, что ожидаешь. Но так ли это для среднего бизнеса, когда нужны настройки, когда нужно понимать, в чем бизнес, когда масса пользователей, и когда продукт нестандартный? Вот давайте про это поговорим. Но вначале, как всегда, буквально несколько слов про Oracle. Ну, прежде всего, Oracle присутствует в России уже более 30 лет. Это глобальная компания с оборотом более чем 37 миллиардов долларов, количество человек более 120 тысяч. Это вы говорите про весь мир. Это глобальные показатели наши. Компания активно растущая, набирающая обороты. И компания, которая находится в неком трансформации на сегодняшний день. Поскольку Oracle в свое время, 35 лет назад, он был основан как компания, которая производит базы данных. Базы данных. На сегодняшний день Oracle — это компания, которая предлагает практически полный спектр IT-решений для компаний любого размера. Решение, которое полностью покрывает все потребности крупного или среднего производства. Смотрите, когда вы говорите любого размера, у меня здесь возникают небольшие сомнения, потому что по практике компания… Ну, смотрите, это очень разные виды бизнеса. Оказывать услуги крупной корпорации стоимостью, не знаю, 10 миллионов долларов, 50 миллионов долларов, которая занимает много лет внедрения, специальные люди работают годами. И другое дело, оказывать услуги, не знаю, коробочный продукт. Это вообще все разное. Разный подход к продажам, разный маркетинг. Даже, может быть, такие подразделения нельзя под одной крышей держать, чтобы люди друг другу не мешали. Там одни такие осанистые, значит, да, топ-менеджеры, продающие на 10 миллионов долларов, и другие юркие ребята, которые проводят конференции, выступают, коробки продают. Ну, вы абсолютно правы. Oracle, как корпорация, прежде всего фокусируется на клиентах очень крупного размера. Крупного и среднего размера. Малый бизнес, безусловно, для нас важен. У нас есть некоторые решения для малого бизнеса, но это не есть фокус компании. То есть в основном мы работаем с крупными клиентами. Крупный и средний в разных странах, безусловно, имеет разное значение. Но, возвращаясь к Oracle, на сегодняшний день, как я сказал, Oracle предлагает практически все решения. И программное обеспечение, и аппаратное обеспечение. Четыре основных стратегических направления развития компании на будущее мы видим. Но, прежде всего, мы очень активно работаем в индустриях, в отраслях. И отраслевые решения для нас остаются очень важными, просто потому, что, когда ты работаешь с крупным бизнесом, очень важно быть близким к этому бизнесу. Накапливаешь компетенцию. Абсолютно. То есть у нас на сегодняшний день существует более 30 отраслевых решений в самых разных областях, начиная с госсектора, заканчивая авиакосмическими компаниями, которые работают с космосом и авиапромышленностью. Но при этом, безусловно, имея компетенцию в отраслях, мы также имеем компетенцию в определенных продуктах. И наш набор продуктов строится на принципе лучшей в своем классе. Каждый из наших продуктов, будь то ERP-решение, или CRM-решение, или сервера, или база данных, каждый в своей области является лучшим в своем классе. То есть цель быть первым, либо, в крайнем случае, вторым, либо умри, да? Абсолютно так. Вопрос поставлен, поскольку компания растет не только за счет разработки собственных продуктов, но также за счет приобретения других компаний. Которые в своей отрасли лучше. Которые тоже что-то разрабатывают. Да, 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 абсолютно. И эта стратегия, которая называется «Рост через поглощение», безусловно, одна из приоритетных для компании. Но после приобретения продукта, безусловно, мы интегрируем эти продукты в свой портфель и добиваемся того, чтобы эти решения оптимальным образом работали с другими. Ну и синергировали там. Ну все вместе. Ну и четвертое основное направление для нас, это, безусловно, облако, вот с которого вы, собственно, начали разговор. Облачные решения. И об облачных решениях, я надеюсь, мы поговорим сегодня. Собственно, да. Это очень интересная тема. Да, к этому и подошли. Насущная. Вот смотрите, очень хороший переход, потому что действительно, ну Oracle, конечно, да, все знают как одну из крупнейших компаний, специализирующихся на среднем и тем более крупном бизнесе. И вот здесь-то и возникает вопрос, насколько сегодня, возможно, уже действуют, уже есть ли какие-то практики, вот эти самые решения, которые вы накапливали компетенцию. И вот вы правильно сказали, индивидуализировать под сегмент, под узкую отрасль. Причем чем более узко, тем на самом деле более эффективно, потому что ты территорию защищаешь. Но если там, грубо говоря, есть вот 50 розничных банков, если ты самый лучший в розничной, это вот как это, АБС, или как это у них называется, все, вот и вся территория. Если ты 20 банков захватил, уже остальные придут сами. Вот. И вопрос, можно ли это, вот то, что вы называете уникальной компетенцией, переносить в облако и делать вот по вызову, как это, так сказать, по аренду там, или как это? Паш, как? Ну, я начну с того, что облачные технологии, это очень общее понятие. Облако бывает разным. И в основном сегодня, когда люди говорят об облаке, они говорят о публичном облаке. Вот как вы сказали, вы зашли, зарегистрировались. Электронная почта, да? Да, внешний некий сервис, который вы покупаете, будучи удаленным от этого сервиса. В крупных предприятиях, в крупных корпорациях под облаком понимают и частное облако. Облако, которое создано внутри самой компании. Как правило, крупные компании, это очень сложные образования, которые имеют штаб-квартиру, имеют какие-то дочерние предприятия, иногда имеют международные дочки. И между штаб-квартирой и этими предприятиями существует взаиморасчет. И частное облако помогает таким компаниям навести некий порядок. То есть, по сути, речь идет о централизации. Централизация, безусловно, она с элементами дополнительными. Для облака очень важна эластичность. То есть, если вы создали некую систему в центре, она должна быть масштабируема, незаметна для пользователей. То есть, вы подключили 10 пользователей или 10 тысяч пользователей, они должны работать с одинаковой скоростью. Это не простая задача. То есть, вы должны четко прогнозировать этот масштаб развития. Подождите, ну разве как раз публичное облако, ну или квазипубличное, когда делает компанию типа вашей под заказ несколько компаний отраслевых, или зная свои специфические потребности, и позволяет вот эти вот сглаживать эти пики потребления. Кому-то нужно 10 тысяч, кому-то 10, а иначе тогда пропадает смысл. Если я держу мощности в частном облаке на 10 тысяч, а они мне избыточны, как тогда? Абсолютно. Вы попали в самую точку проблемы, и в этом, собственно говоря, заключается компетенция крупных IT-вендоров, в том числе Oracle, когда мы строим частные облака для предприятий. Найти вот этот вот баланс между… То есть, гарантированную поставку решений для, ну как бы, скажем так, для оптимального размера. Для небольшой компании, да, ресурс. И в случае необходимости подкачать или как-то у вас, как-то увеличить масштаб. Да, и при этом не обязательно все держать внутри. Здесь мы подходим ко второму типу облака, так называемое гибридное облако. Когда есть облако внутри предприятия, и нужно добавить дополнительный ресурс, и вы добавляете часть ресурсов внешних, которые, допустим, оперируют саму Oracle. Вот. Ну, опять, не уходя в технологические сложности, на сегодняшний день это одна из таких задач сложных для реализации, но это то, что мы делаем мы самостоятельно и совместно с нашими партнерами. А вот скажите, значит, в этой истории здесь какие цели? То есть, снижение издержек или там повышение, не знаю, там скорости, так сказать, или что? Потому что, ну да, наверное, компании стремятся уменьшить, особенно, как мне кажется, капитальные вложения. Потому что ты, ну, бизнес становится все более таким неустойчивым. Вот вот часто у нас есть передача отдельная «Бизнес и банки». И вот даже один банкир нам говорит недавно, что, вы говорите, знаете, наши клиенты, ну, клиенты банка, юридические лица, они не планируют на 5 лет, на 7 лет не планируют. У них, в принципе, планируют 3 года. И когда ты делаешь инвестиции в IT стоимостью, там, десятки миллионов долларов, там, средней крупной компании, сейчас уже это просто невозможно. Ты не знаешь, что с ним будет. Да, надо, чтобы быстро окупалось. Вот когда вы внедряете технологию, вы на что педалируете, к чему, так сказать, к каким выгодам? Опять необходимо различать частное и публичное облако. Задачи несколько разные. В частном облаке мы говорим о том, что корпорация консолидирует разрозненные IT-системы свои в одном месте. И, естественно, когда вы собираете что-то в центральный пул, оно используется более эффективно. То есть это более эффективное использование своих собственных средств. Публичное облако – это возможность для предприятия, либо которое только начинает внедрять систему какую-то, либо для небольшого предприятия полностью избавиться от таких инфраструктур. Избежать капитальных вложений. Абсолютно. То есть вы переключаете капитальные вложения в операционные затраты. И, собственно говоря, вы можете гораздо лучше планировать, потому что вы понимаете, допустим, если вы покупаете внешнюю CRM-систему, вы примерно представляете, какой у вас будет рост клиентов. Вы можете спланировать финансово, поскольку стоимость выдается за обслуживание одного клиента. Вам не нужно думать о том, что через 5 лет вам полностью необходимо поменять парк аппаратного обеспечения. Ну да, это удобно. Это серьезные затраты, и, безусловно, есть штат людей, которые это обслуживают. В облачном решении, безусловно, есть штат людей, которые налаживают бизнес-процессы, но это совсем другого уровня люди, и люди, которые вам будут полезны в бизнесе по-любому. А вот скажите тогда, значит, вы когда… Кстати, а кто ваши клиенты? Переходим к второму вопросу, как с ними работать. Ведь у вас, насколько я понимаю, два типа клиентов. Первый тип – это ваши партнеры, которые в дальнейшем внедряют там какие-то ваши решения, настраивают их под какие-то конкретные уже предприятия заказчиков. И второе – вы напрямую, работаете ли вы сами напрямую с какими-то предприятиями? С крупным бизнесом, да, то, что вы говорили. Безусловно, есть и то, и другое. Партнеры – это все-таки партнеры, это компании, которые продвигают наше решение совместно с нами или помогают их интегрировать в системы самих клиентов. Они эксклюзивны или они могут воспользоваться другими, ну, какими-то поставщиками? Нет, безусловно, наши партнеры работают с полным спектром других поставщиков. И в этом есть сила Oracle, поскольку мы используем открытые стандарты, и технологии все наши открыты, наше решение полностью интегрируется с другими поставщиками. Что не есть, правда, для некоторых других поставщиков облачных решений. И параллельно вы работаете и с конечными? Да, безусловно, мы работаем с конечными пользователями, там, где клиенты выражают желание напрямую работать с поставщиком. Ну, это, видимо, уже такие крупные компании. В основном крупные компании. А нет ли здесь конфликта? Вы не отгрызаете поляну своих же собственных партнеров? Партнеров, да. Не мешаете ли вы развитию их бизнеса? То есть это ведь тонкая как бы материя, да? Да. Это есть некое искусство управления вот этим вот балансом. Мы, безусловно, никогда не конкурируем по цене с нашими партнерами. То есть с точки зрения партнерской политики мы не входим в конкуренцию ценовую. Но иногда клиенты, просто потому что у них, допустим, огромное количество офисов по всему миру, предпочитают международного интегратора. Да, это понятно. И в этом случае мы выступаем самостоятельно. Мы очень часто помогаем нашим партнерам, идя у них на субконтракте. То есть используя свои компетенции и интеграции. Хорошо. Смотрите, общую часть мы обсудили. Давайте мы сейчас ненадолго остановимся и после перерыва поговорим уже о каких-то решениях, кейсах, если они существуют. То есть как в реальности это работает, что уже покупают, чем пользуются компании из облачных технологий. Дорогие друзья, рекламная пауза. Друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу технологий для бизнеса. В студии ведущие Василий Богданов и Ирина Фаер. А в гостях у нас Валерий Лановенко, вице-президент компании Oracle и глава представительства Oracle в России и СНГ. Еще раз здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Продолжаем. В первой части поговорили об общей ситуации, вот чем занимается Oracle, да, какая сейчас ситуация с частными, публичными, гибридными облаками. А есть ли уже сейчас у нас в России или в мире примеры, когда действительно средние крупные компании какую-то часть своей инфраструктуры переносят в облако, и это успешно. Вот мы прям как хор. Да, 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 и это успешно. И это успешно, там, не знаю, CRM, там, ERP, там, что угодно. Ну, компания, которая имеет полную инфраструктуру в облаке, на сегодняшний день это скорее некие стартапы, которые начинают строить свою инфраструктуру с нуля. Кстати, я вспомнил, есть один банк, он у нас был давно, правда, вот они хвастались тем, что они полностью отдали на аутсорсинг весь, ну, вот, всю банковскую IT. Есть такая компания CFT, вот они туда все это отдали, и, ну, вот, да, ну, правда, это редкий случай, но бывает, молодой банк, да. Но здесь не путать облако с аутсорсингом, это, в общем-то, разные вещи. А, точно, слушайте, да, это немножко разные, но все равно, да. Ну, я бы сказал, что это может быть первым шагом, потому что, когда компания начинает выделять IT-инфраструктуру и полностью избавляться от штата IT-сотрудников, она начинает задумываться о том, что для нее ключевое в ее бизнесе. Да. Вот, но для банка, честно говоря, конечно, банковская система это… Смелое решение. Это смелое решение, но, тем не менее, я думаю… Ну, пусть. Да. Ну, говоря об облачных технологиях, в основном крупные клиенты начинают потихоньку компонентами переводить свою IT-инфраструктуру на облачные технологии. Ну, видимо, самые такие простые какие-то, видимо, вещи, и некритичные для бизнеса, да, начинают пробовать с них. Да, те вещи, которые требуют меньше всего так называемой кастомизации, то есть изменения и настройки системы. Что это может быть, например? Ну, наиболее популярными являются HR-системы. Например, расчеты заработной платы, да? Да, ну, система расчета заработной платы сильно привязана к конкретной стране. Поэтому для международных клиентов это общее управление кадрами и развитие талантов. Вот есть такое направление работы HR-системы. CRM, система CRM тоже очень популярна к выведению в облако, поскольку, опять-таки, количество клиентов и рост клиентов, он иногда бывает достаточно быстрым и лавинообразным. Поэтому рост IT-инфраструктуры не всегда успевает за ростом клиентов. Ну, то есть компания не готова инвестировать в капитальные средства. Кстати, для тех же стартапов это актуально. Или если компания уже не стартап, взрослая, но выводит новый продукт, который действительно сопровождается быстрым ростом, ну да. Вот, поэтому большинство наших клиентов сосредоточено на этом, но многие начинают экспериментировать с ERP-системами, начинают экспериментировать с такими системами, которые более специфичны для определенного бизнеса, скажем, управление цепочкой поставок, закупки. Это ритейл. Закупки очень часто также сейчас рассматриваются для перевода в облачную среду. Ну, в России, честно говоря, на сегодняшний момент больше клиентов на стадии апробации находится, на стадии тестирования. Есть, безусловно, некоторые внедрения. Но у нас наиболее популярны эта система закупок, CRM и HR. Ну, вот, смотрите, сразу несколько вопросов родилось. Первое. Ну, наверное, логично было бы предположить, что рост пользования облачных технологий в данном случае должен, по логике вещей, происходить не от крупных компаний, а наоборот, от малых. А это как раз, ну, как бы, там, не то поле, где вот вы там создачуете усилия. Планируете ли вы каким-то образом идти туда, потому что, ну, они же там вырастут, да? Кто-то вырастет просто как бизнес там, да? Кто-то, менеджер, который там работал, перейдет в более крупную, в более крупную, там что-то еще. Туда вы направляете свои усилия? Мы, безусловно, не отсекаем этот сегмент рынка в данном случае, поскольку в облачной технологии не так важно, крупный клиент это или мелкий клиент. В общем-то, для облака и облака. То есть, по большому счету, если пользование одним рабочим местом CRM-системы, не знаю, в торговле, стоит, ну, там, не знаю, 5000 рублей, какая разница? Просто у тебя 3 места, а у тебя 300 места. Абсолютно. Вот. Поэтому здесь как раз вот в новой вот этой парадигме облачных технологий сотрется некий вот этот вот, вот эта граница между крупными, средними и малыми компаниями. А тогда вот что. А кто ваш клиент, ну, в персональном смысле? Генеральный директор, владелец бизнеса, IT-директор, финансовый директор. То есть, с кем вы разговариваете, да? Да. Вот что слышит клиент? Он слышит, ну, финансовый директор, наверное, слышит, что, ага, можно, ну, сэкономить на капиталовложениях, так сказать, там, еще на что-то, да? Бизнес должен услышать, что вот там взрывообразный рост или, наоборот, падение, и я не держу избыточных мощностей или там приобретаю, значит, дополнительные. Вот IT-директор говорит, так, у меня заберут поле деятельности. Заберут людей. Заберут людей. Значит, у меня больше не будет бюджета на закупку серверов. Зачем мне нужно вообще решать эту историю? Решать себя всего. К сожалению, вы правы, и такой разговор порой происходит у нас, поскольку мы, в силу того, что у нас очень широкий портфель, мы общаемся практически со всеми топ-менеджерами в компании. Мы общаемся с CEO, поскольку мы говорим там о решениях класса ERP, мы разговариваем с маркетингом о CRM, мы говорим с финансами о, опять-таки, ERP и финансовых модулях. Ну и, безусловно, с IT-менеджером, поскольку мы владеем так же инфраструктурой. И когда мы говорим об облачных технологиях, разговор с IT-директором — это самый болезненный разговор. Но, учитывая, что переход на облачные технологии, как правило, не означает перевод всей инфраструктуры немедленно в облако, а означает некое упрощение, поступательное упрощение IT-инфраструктуры, как правило, мы имеем достаточно резонный разговор, но он непростой. А вот скажите, вы же занимаетесь образовательной деятельностью, то есть вы готовите специалистов, которые умеют работать с вашими базами данных и прочее. А работаете ли вы с менеджерами, с IT-директорами, вот именно в контексте бизнеса, какого-то, не знаю, стратегических, концептуальных вопросов, которые связаны с развитием IT? Ну, эта подготовка, она имеет, ну, несколько сторон. Во-первых, мы достаточно активно работаем с системой образования. У нас есть… Кафедры свои. У нас есть программа, которая называется Oracle Academy. Многие университеты подписываются под этой программой, и там есть два направления работы с университетом. Первое — чисто технологическое, где мы говорим о языке Java и о базах данных. Ну, там вы готовите, собственно, программистов. Программистов, технологов. С другой стороны, у нас есть направление этой программы, которая работает с финансовыми кафедрами, да, то есть где мы объясняем, как работает ERP-система, системы бюджетирования, планирования и так далее. А где эта академия находится? Она как-то в онлайне обучается или как? Нет, академия — это программа, и мы индивидуально подписываемся с нашими российскими университетами. У нас на сегодняшний день порядка 30 университетов участвуют в программе. Но, безусловно, мы как местное представительство также работаем и с широким рынком. Мы проводим семинары и всевозможные мероприятия. Ну, я здесь хотел сконцентрировать вопрос. Есть ли у вас мероприятия, направленные все-таки на бизнес, на менеджмент? Безусловно, безусловно. То есть это не только технологи, это и работа с CIO, это работа и с HR-директорами, и это разного типа мероприятия, которые мы проводим здесь на рынке локально. Еще у нас очень популярные, вот я начал с того, что мы работаем с отраслевыми решениями, мы достаточно часто проводим такие глубокое погружение в отраслевые решения для управленцев, которые работают в той или иной индустрии. Мне немножко всегда страшно погружаться в IT. Я в это очень слабо разбираюсь и понимаю, что здесь вам нужно и внутри своей компании выращивать или создавать каких-то людей, которые умеют быть переводчиками. Потому что у нас много на канале IT-программ. И это специфический очень язык. Да, значит, понимаю, о чем речь. Хотя, вот я знаю, что они прекрасные, их IT-шники смотрят, они там все разбираются. Но вот когда речь идет о IT и бизнес, тут не все бывает. Вы знаете, вот с топ-менеджерами, я думаю, во время этих мероприятий мы пытаемся все-таки донести, что может им дать IT, а не конкретное какое-то решение или конкретная технология, которая может им помочь. Да, какой результат в итоге они получат. Да, абсолютно. То есть фокус все-таки на общее преимущество использования технологий. Потому что многие рассматривают технологии просто как возможность автоматизации того или иного процесса. Но это далеко не единственное преимущество, которое дает эта часть. Ну да, хорошо. Вы одни из тех, кто может себе позволить, как я люблю говорить, кипятить океан. То есть в целом пропагандировать и облака, и какие-то решения, рассказывать какие-то вкусные истории. Что вы видите в ближайшие 3-5 лет, чего вы ждете, что вы стимулируете, что вы толкаете на рынок? Мы достаточно много поговорили об облачных технологиях, которые, просто говоря, упрощают мир IT для нашего бизнеса. Мы не затронули вопрос больших данных, такой очень модный сейчас. Да, и не только в IT, а далеко за ее пределами. Но Big Data, безусловно, увидит свое будущее в ближайшие несколько лет. Потому что первые эксперименты уже завершились. Компании всерьез сейчас начинают рассматривать, каким образом они будут использовать эту технологию. По сути своей, это возможность предсказывать многие те вещи, которые до сих пор нам казались бессвязанными, независимыми событиями. Это технологии, которые помогают нам искать причинно-следственные связи между вещами, которые нам казались, как бы, существуют абсолютно независимыми друг от друга. Насколько я понимаю, здесь ведь главная проблема не в мощностях хранилищ этих данных, а в том, чтобы написать алгоритмы, в том, чтобы правильно понять, как интерпретировать. Там прошел дождь, здесь выпал снег, тут автомобили, не знаю, выпустили, тут смог, так сказать. Как это все? Тут люди идут на работу, тут в магазинах завезли товары, тут вспышка, не знаю, гриппа. Как это все связать и из этого сделать картину? Это же отдельные люди должны придумать. На сегодняшний день только появляются технологии, которые способны хранить такое количество данных, которые позволят нам делать вот эти вот небольшие выводы. Прогнозы. Да, и искать вот эти вот связи. То есть технологически IT-индустрия только к этому подходит. Но, безусловно, появляется новая абсолютно профессия, которой 5 лет назад еще не существовало. Так называемый data scientist, то есть ученый, который занимается данными. То есть человек, который может понять, откуда и куда могут привести эти данные, может заложить логаритмы, которые действительно будут искать эти связи, предсказывать будущее, то, о чем человечество мечтало долгие годы. Ну что ж, поживем-увидим, уже это все скоро. Тогда наш программ потихоньку подходит к концу. И что бы вы хотели в завершение пожелать нашим телезрителям? Вы знаете, наши клиенты делятся на две категории. Первая категория – это компании, которые в суровых условиях, в которых мы сейчас экономически находимся, режут свои расходы и сокращают, ничего не покупают. Вторая категория наших клиентов – это те клиенты, которые, видя, в какой ситуации они находятся, они начинают инвестировать. Инвестировать в инновации. Вот я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы они относились ко второй категории клиентов, чтобы они рассматривали IT-технологии как что-то, что… Способ, да, улучшить. В общем-то, для того, чтобы сэкономить, нужно инвестировать. Поэтому смотрите в будущее с оптимизмом. Спасибо. Дорогие друзья, и на этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Валерий Лановенко, а вели программу Василий Богданов и Ирина Фаер. До свидания. До свидания. До свидания.